Друзья, сейчас и не скажешь, что над этим местом взлетали и садились самолеты. Так вот, ненавязчиво залезло, у меня обозначились какие-то опоры, мачты или какие-то антенны. А это вообще как в червогу, блядь. Друзья, всем приветик. Что-то давненько я не выкладывал новые видео на свой канал. Но наверняка на то была весомая и объективная причина. Я работаю над новым фильмом по приближению весны в наших раях, как ее вижу я своими глазами. Но дабы зритель в лице вас не заскучал, я сделал этот новый видеоролик. Что-то экстраординарное сегодня я вам не покажу, но была поездка по некоторым интересным местам, то, что вы видели в превью, а также то, мимо чего мы проезжали. Огромное спасибо Андрею, с которым мы ездили по этим местам. Благодаря ему вышло в свет это видео. Все, друзья, долго тянуть не буду. Начинаю показывать и рассказывать. Ну а вы нажмите лайк, подпишитесь на мой канал, а также нажмите на колокольчик, и тогда оповещения о новых видео будут приходить гораздо быстрее. Поехали! Поехали! Сама идея поехать в сторону Приморска возникла спонтанно. Но, друзья, в последнее время я начал убеждаться, что нет ничего лучше, чем спонтанное. Именно спонтанные действия помогают вершить шедевры, нежели если бы ты готовился к чему-то преднамеренно и очень долго. Единственное, что ехали мы в ту сторону, о которой я абсолютно ничего не знал, и поделиться я абсолютно ничем не мог. Лужки, Красная долина, Рябово. В этих местах я бывал всего лишь пару раз. Прекраснейшая возможность сделать новое видео. В некоторых местах моему восхищению не было предела. Я даже не знал, что станция Куэлемаярви находится так близко с поселком Рябово. Опять финские названия, да-да. Для любителей отдохнуть, попутешествовать и посетить заброшенные объекты здесь также есть на что посмотреть. Однако всего хорошего должно быть в меру. Я представил, если бы я жил в этих местах, наверное, я бы сошел с ума. Не в обиду тем, кто здесь проживает. Просто действительно непривычно как-то, когда несколько домов посреди полей или лесов и один магазинчик, который даже в рабочее время закрыт. Да и операторы не все ловятся. Как я не пытался загрузить карту, Теледва отказывался работать. Путешествуя по просторам нашей Родины, некогда великого и могучего Советского Союза, сейчас пребываешь в большом унынии, потому что множество объектов заброшено, порезано на металл. И вот такая, да, бывает неприятная особенность. Например, какой-нибудь станок проще порезать на металл, чем пустить его в эксплуатацию, всего лишь смазав, например, подшипники. Я, конечно, утрируюсь сейчас, но я надеюсь, вы поняли, что я вам хотел донести. За окном автомобиля несколько раз менялись поля, леса, населенные пункты. В скором времени мы даже почувствовали морской ветер. Да, ветер дул с залива. А два дота и противотанковые надолбы сами за себя говорили, что война прошла по этим местам, не щадя никого и ничего. Не, ну это так, к слову. За окном сейчас вы видите зъерошенную землю, где когда-то был лес. А вот и забор появился, бетонный. Как вы думаете, что за ним скрывается? Я бы никогда не догадался, если бы не полез в Вики-Мапию смотреть. Ну что ж, паузу выдерживать не буду, сразу раскрою некоторые карты. Это приморский филиал номер один, ОКБ-456, НПО «Энергия». Кто так или иначе знаком с ракетной космической техникой, начинает меня потихонечку понимать. Это экспериментальная испытательная лаборатория с целью изучения свойств и практического освоения новых компонентов ракетного топлива. И даже есть стенд для огневых испытаний, объединенной двигательной установки орбитального корабля «Буран». Вот так вот, друзья, живем и не знаем, что рядом с нами находится. Почему же так все далеко разбросано по нашей стране? Запускают где-то на Байконуре, или на Восточном, или на космодроме Плесецк. А изготавливают здесь, под Санкт-Петербургом, в Выборгском районе. Потому что здесь изготавливать намного проще. Все институты и ОКБ находятся именно здесь. А подвозить проще туда, потому что там взлетать удобнее. Что-то я разговаривался, все секреты Родины выдаю. Мы миновали переезд станции Ермилова. Здесь же поблизости находится завод ЖБИ и ответвление железной дороги на ракетный испытательный комплекс. Постапокалиптические картины за окном вовсе не радуют, но так и манят посетить их. Двигаемся вдоль железной дороги. Вдалеке видна труба котельной бывшего завода ЖБИ. ЖБИ – это железобетонные изделия. Видно, что железнодорожный путь приподнят. Очевидно, он просел, а может его просто ремонтировали. Несомненно, это радует глаз. У ветки этой назначение военное. И в свое время до форта Инна Николаевского также подвозили по этой железной дороге различные стройматериалы и боеприпасы. Уже не говоря о железнодорожных батареях, высоковольтных лабораториях и радиоактивном могильнике, который здесь же, в Ленобласти, находится. Хотите, чтобы я его показал? Тогда поддержите канал, жмите лайк, рассказывайте друзьям. И новое видео не заставит себя ждать. А нас встречает или провожает такой вот интересный рукотворный робот. Самое неожиданное, когда едешь на какое-то место, еще не зная, как оно выглядит и как ты туда попадешь. Вообще даже вот дороги все разбиты. И сейчас мы проехали несколько таких дорог, где ехать только на гусеничном тракторе нормально, да, на танке. Но, тем не менее, вездеход у нас также во всем проходит здесь, по таким дорогам. И мастерство водителя тоже хорошо сказывается. Я разговаривался, пошло нормально. Да, я знаю, всегда настрой понимать. А вот и песчаная дорога. Во времена СССР она имела большее значение, нежели чем сейчас. Сейчас по ней ездят грибники, ягодники и сборщики металлолома. А выведет она нас в одно интересное место. Володь, держим зрителей наших в натягующем моменте, куда мы едем. Будем называть место или нет? Мы сейчас к подъезду, ближе к этому месту, наверняка вот тут уже скажем. Но посмотрим. Давай вначале покажем, а там уже как оно будет. Я просто хотел тебя спросить именно тот момент, как ты себе его представляешь? Вот то, куда мы едем. И что это себе будет представлять вообще, вот как место? Я представляю сейчас, ну, может уже заросшее лесом, так как это все-таки брошенное место, насколько я знаю по картам. Хотя кто знает, кто знает. То есть вот в голове оно пока сильно не укладывается. Но я думаю, что подъедем, увидим и покажем зрителю. Может быть деревья уже начинающие прорастать. Если покрытие снято, я так приоткрываю потихонечку. Интересно. Дорога, кстати, улучшилась так неожиданно. Да, то, что представляется, не всегда бывает реальностью. Потому я и ответил неопределенно. А разворачивающаяся картина мне уже начала нравиться. Ну, как любителю заброшенных объектов. И теперь довольно-таки трудно поверить, но это зарастающее поле раньше было аэродромом. В советские времена аэродром именовался посадочная площадка Малышева. Использовался как запасной аэродром Приболовского полка. В 1976 году при посадке здесь потерпел катастрофу Ми-6. А также на этом аэродроме снимался фильм хроника пикирующего бомбардировщика. Друзья, сейчас и не скажешь, что над этим местом взлетали и садились самолеты. Да, мы идем по взлетно-посадочной полосе бывшего аэродрома в поселке Ермилово. Это недалеко от города Приморск. В скором времени на этом месте будет обычный лес. Во всяком случае, смотрите, вот это место. Вот такие вот заброшенные объекты потихонечку уходят в прошлое, даже уже и не напоминая своим видом о существовании когда-то великого и могущественного Советского Союза. Ну а мы решили продвинуться несколько дальше. Просто посмотреть, куда приведет нас эта дорога. И хоть она нас никуда не привела, мы приехали на нефтепровод. Посмотрели задвижки, блокбоксы, автоматики и телеуправления, громоотводы и вообще массивные конструкции по перекачке нефти. Я не стал выходить из машины, так как около каждого предмета можно долго стоять и рассказывать его предназначения. Для этого можно делать отдельные фильмы. А я вам лишь покажу небольшого паучка, который проснулся после зимы. Да машину, на которой мы приехали в это место. Обратный путь всегда кажется короче, но мы преодолевали его с большими скоростями, так как уже успели побывать на этом месте. Вот, кстати, прямо сейчас мы едем там, где когда-то взлетали или садились самолеты. Как много интересных мест в нашей широкой и необъятной родине. И так порой бывает, что места находятся все довольно рядом. Сегодня нам удалось побывать как на аэродроме заброшенном, к сожалению, и уже заросшем, так и на Финском заливе. Сразу как выходишь из машины, ты чувствуешь свежий морской воздух. Вот он ни с чем не сравним. Сразу ощущение какого-то купального сезона, что ли. Почему-то сразу представляется пляж Зеленогорска, может. Кораблик великий. Маяк, наверное, на Личто. Маяк, наверное, сейчас увидим, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как впечатления твои после того, что проехали, прокатились. Ну и вообще город там запыленность, поселок тоже запыленность, а тут даже свежий воздух. Скажу так, когда ехали, ожидал чего-то прям такого грандиозного, особенно когда приехали в Ермилово на аэродром. Но оказалось, что просто обычные заросшие поля, можно сказать, такие елью, песком. Ничего такого не увидел. Я не скажу, что я огорчен. Я скажу, что просто прошло время определенное, и, собственно, всему такому приходит конец какой-то той эпохи, которую мы посмотрели. Сейчас нахожусь на Финском заливе, в одном из мест рядом с Рубиновском. Собственно, очень приятное впечатление. Хорошая погода. Плюс 14 градусов, особо не ветрено. С приятным человеком. Вот тут сзади нас тоже отдыхает компания людей. Возможно, шелуки делают. Выходное, воскресенье. Я считаю, что нужно проводить его на свежем воздухе. Получать... До зрителей, да, надо пожелать. Соответственно, хочу сказать, что давайте, ребята, все, кто там нас посмотрит, записывайте видеоролики приятные, с хороших мест, с интересных мест, чтобы мы посмотрели так же, порадовались людей, что проводите уже практически наступившее лето где-то на природе, где-то на необычайных местах, каких-то неординарных. Хочу сказать от нас, от лица меня, да, от лица Володи, что мы еще покажем вам очень интересные многие места, те, которые вас 100% заинтересуют. Я просто не знаю, что это будет с позиции того, будет ли это что-то загадочное, как у нас было в предыдущих роликах. Или это будет, может, обычная, не знаю, прогулка по пляжу, тоже Финского залива. Но обещаю, что вам очень это понравится, поэтому хочу пожелать вам, чтобы смотрели почаще нас, делились впечатлениями своими, присылали тоже видеоролики свои необычные с мест Выборгского района, Выборга, Полянского сельского поселения, ну и прочих сельских поселений, входящих в Выборгский район, потому что у нас очень интересные, мне кажется, природные места, поэтому с радостью посмотрим, оценим и поделимся чем-то тоже, что нам известно. Ну да, я так вот ненавязчиво залез, у меня обозначились какие-то опоры, мачты или какие-то антенны. Ну это естественно для таких мест, здесь приграничная зона, рядом город Приморск, нефтеналивной порт, и желательно бы, чтобы радары работали круглосуточно. Ну а наше путешествие близилось к своему финалу, заехали в Сосновый Бор, посмотреть, что да как там, и отправились домой, монтировать это видео. Друзья, путешествие на этом закончилось, но история продолжается. Жмите лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте счастливы! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok